Привет, друзья мои, с вами Вальдемар не фудблогер. Хочу с вами немножко поговорить о кебабах. Кебаб. Откуда вообще взялось это слово, что оно означает? Почему вот то блюдо, которое прямо сейчас в казане там тихонечко булькает, называется казан-кебаб? Чем оно отличается от любого другого кебаба? На самом деле, ну, казан-кебаб, понятно, кебаб, который готовится в казане. Само слово кебаб, точнее слово, из которого оно произошло, и несколько слов, ну, история тут по-разному судит, известно еще со времен древнего шумера и древних персидских царств, то есть первых цивилизаций, которые возникли на земле. Изначально оно означало обугленное мясо, приготовленное на углях, то есть жареное, печеное, либо запеченное на углях мясо. Это и означает, собственно, слово кебаб. Кебабов много. Допустим, вам всем известно такое название, как люля-кебаб. Люля-кебаб это шампур, на который вот так вот нажмякивается фарш со специями, который запекается с разных сторон. Это люля-кебаб. Многим известен, на улице мы видим донер-кебаб. Что такое донер-кебаб? Это мясо, запеченное вот на вот этом вот шампуре, длинном, со всех сторон, нарезается, упаковывается в лаваш, там, с чем-то еще. То есть в лепешку фактически заворачивается мясо. Это донер-кебаб. У нас есть много самых разнообразных кебабов. Вот вы знаете шашлык. Все выходцы из Советского Союза знают, 1 мая надо дуть на маевку, кушать шашлыки. Да и все лето мы берем мангал, разжигаем угли и печем на них шашлык. Знаете, какого исконное, правильное, изначальное название шашлыка? Шиш-кебаб. То есть шиш это палочка, на которой кусочки мяса это и есть кебаб. Кебаб это всегда мясо, независимо от того, как вы готовите, на чем вы его готовите. Ну, кебаб нельзя приготовить в духовке, кебаб нельзя приготовить на сковородке, если мы говорим о кебабе в изначальном виде. Понятно, сейчас называть кебабом стали все, что угодно, все, что готовится. Любые варианты приготовления мяса у нас принято, потому что это мода в некоторой степени. Но любая мода должна отражать сущность кухни. И если я говорю кебаб, значит должно присутствовать как минимум мясо и в идеале живой огонь. Ну, а дальше уже вопрос. Это может быть фарш, это может быть кусковое мясо, это может быть птица, это может быть баранина, это может быть телятина. Даже и свинина, которая для кебаба годится меньше всего. Но шиш-кебаб, люля-кебаб, донер-кебаб, вот этот вот казан-кебаб, это всегда мясо, приготовленное на углях. Опять же, если вернуться к нашему казан-кебабу, в принципе, нет такого названия просто казан-кебаб, который имел бы определенный какой-то специальный набор ингредиентов, какой-то определенный рецепт. Казан-кебаб это будет любое абсолютно мясо, приготовленное в казане. Ну, а дальше вы все равно готовите, так или иначе, закладываете туда либо картофель, либо перец, помидоры, любые другие овощи, возможно, это зелень, возможно, вообще просто мясо в спецах. Это все равно будет казан-кебаб. Поэтому это просто кебаб, это название общее, для класса блюд, но не для одного конкретного. Надеюсь, что немножко вас просветил. Поэтому, когда вы видите название какого-то рецепта, сначала посмотрите, что в нем внутри. Возможно, и не кебаб вовсе. Вот такие вот пироги. Приятного аппетита!